Она и пью делает, пью. Прикольно, прикольно. Жеки, что стоишь, ага, ты взял, купил же Ауди вон там у меня. За 500 же ты скажи, ты дзынь, вот так, да. Меня просто расплющило. Я не припомню, у какой тачки есть такой подрыв. И что мы сделаем с этими тачками, вы узнаете в следующей серии. Сейчас такой. Всем привет! Всем привет, это следующая серия. Итак, мы владельцы автосалона. Раз, два, три. Заместитель директора автосалона, друзья, друзья, заместитель директора автосалона. Сотрудников по-прежнему нет. Какой план расскажет нам директор автосалона? Директор автосалона думает, что нужно вначале починить их, техничку, привести в порядок. А потом продать. А потом, ну, у меня большие планы. Ну, знаешь, мне кажется, на техничке все будет понятно. Стоит дальше продолжать или забить нахрен и продать? Отличный выбор. По машинам! Мы банда? Банда! На самом деле у нас только одна нормальная тачка. Моя! Моя самая ликвидная. Ну, кстати, да. Ван Лав. Жесть. Монстры, блин. Ты наводишь страх и ужас на улице этого города. Остановись. И Женю со своим... Ну, почти. Зато у меня пшикает. Зато у тебя пшикает. И красная. Все. Здорово. Здорово. Мы потеряли одного бойца. Его сцапала полиция. Но он сказал, идите дальше, ребята. Бросьте меня. Он говорит, я сейчас все разрулю, приеду. Ладно, давай, загоняй, ауди. Ну, что? Ваш калибер. Четкий вообще. Мне понравилось пшикать прям класс. Вот сегодня я... Это Бентли, наша. Они что, здесь разбирают ее? А-а-а. Ой. И что они продали? Сидение продали первое? Сидение и один датчик. Датчик? А за сколько датчик продали? За 5 тысяч датчиков. Слушайте, на самом деле, у них реально большой шанс выйти в плюс. Сидение за полтинник продали, прикинь, 2 сидения. Нормально. Нормально они так раскидали ее. Я вообще не ожидал ее здесь увидеть. А, про что я говорил-то? А, калибер. Машина хорошая, реально. Вот мне в этот раз он больше нравится, чем в прошлый. Серьезно, я прям кайфанул сейчас. Что вы делаете? Мы просто колотим колеса. Я просто посмотрел, он так делал. Да я, соответственно, что-то гремит. Что-то не напугать. А сзади попробуйте. Что-то гремит, а не колотка. А, вот. А, действительно, задняя. Ну, я что-то тоже постучу. По голове себе постучи. Да? Колодка какая-то же нельзя, да? У меня ничего не будет. Ну, все, спускай, постучай. Нормально. Диагностика пройдена. А, вот, видишь? Короче, не зажимает колодку, да? На самой колодке очень большой зазор. Зазор между колодкой и суппортом. То есть при торможении вот это вот происходит. Или даже когда вот ты ездишь, она болтается. Задние колодки сколько ставится? Ну, если машина на продажу, можно и за косарь найти. Я на свою за косарь ставлю. Они нормальные еще можно отъездить. Давай я это наварю просто. Да, это холодная сварка. Да не, не холодная, именно сварка. Колхозим. Чуть-чуть. Ну, что, зачем колодки покупать, если это нормальные? Ну, типа ничего нового. Так всегда было, так всегда есть. Это называется кустом. Кустом колодок. Что, попробуем? Сейчас люфтового вообще нет практически. Все, не будет больше грохотать насквозь? Ну, сейчас я еще сюда смазки забью. Смотри, какой здесь щуп. Вот такая вот заглушка стоит. И как нам объяснили, это нужно для того, чтобы ты всегда ездил к дилеру и проверял масло. То есть у них есть специальный какой-то щуп. И за это, как разумеется, сплотил бабло. Ну, сыт пробка точно. Да? Да. Блядь, получилось. В смысле, он успел? Да. Он просто снял, поменял пробку. Вот он. Успел пока стекал литр. Он успел поменять. А, нормально. Там как раз излишки были, я перелил. Машина полностью технически исправна. Технически, да. Так. Все сухо, все, ничего не течет. Кто выжил? Копы тормознули. И? Что-то долго будет, полтора часа примерно. Ну, где-то так. Ну, короче, копы тормознули. Все там же, где и это. А, с корветом. Да. Это они не те же? Это, ну, не знаю. Они не слились за корветом. У меня вот написано, Леха, брат нас, я крышуя на смитину. Смотри, даже фотка есть. Смотри. Нельзя так показывать? Нельзя. Знаешь, что поделать? Да нет, ну просто, что... Короче, я понял, за полтора часа ты подружился с ними. Да. Попоткался с ними. По-моему, понятым в одном деле, они меня отпустили. Он даже в каком-то деле понятым. Жестко. Какие дела? Ну, короче, все. Игорь, с битьем все круто. Можем теперь там ездить. У нас крыша есть. Может быть, мы откувалдим? Они что, запаски? А, я думал, бампер. Бампер собрал с кувалдис как-нибудь. Да, ну, давай попробуем. Нам бы, знаешь, что? Нам бы кувалду... Кувалду точно есть. Ну, и все. Пол дела сделано. Вадима, Вадима. Кувалда. А, кувалда Вадима. Блядь, опасная вещь. Это как молот Тора, только еще хуже. Я в него верил. Только избранные могут поднять этот молот. Может, мы не сделаем хуже? Ну, это все в своих руках, Жень. Давай. Мне кажется, это идеально. Идеально. Все. Третий порт исправлен. Осталось помыть и продать. То есть, пока я с копами разбирался, вы тут всю машину сделали уже, да? А какие первые два пункта были? Решить вопрос по звуку в колодках, по заднему колесу. Что сделали? Наварили на колодку кусочек. Продолжай. И масло текло из нее. И что было? Выкрутили болт и быстро в эту же секунду закрутили новый. И сработало. Да. Поздравляю, даже масло не пришлось менять. Ребят, ну это... Мои аплодисменты. Вторая на очереди. Делаем сход-развал. Да. Дожили, дожили. Никогда мы такого не делали с машиной. Что такое сход-развал? Пойди еще колодки менять начнем. И масла в тачках, да? А что нам это даст? Ну у нас колеса визуально, наверное, будут ровно стоять. Ну и резину не будет. Сейчас они вообще-вообще вот так криво. А, вон они как стоят, смотри. Это что, у нас такие колеса? Сейчас все колеса пошли куда-то погулять. Это что, настолько слепые? Разбежались куда-то они, знаешь. Я больше боялся за развал. У вас развал, он идеальный. Просто в идеальном, вот видишь, точке. То есть, если было в таком состоянии, грубо говоря, у вас сейчас колеса, грубо говоря, они ушли вправо. Ну это сейчас правится вообще. Доправится, да. Огонь, огонь. Там спрашивают, машину помыть какую-то надо нам. Да, да. Конвейер, да? Бизнес пошел, Женя. Бизнес, бизнес. Ну, короче, скажи нам общую сумму. Сколько мы должны? За все. Ауди, Чироки. И все. 3500. Сколько? 3500. 3500. Короче, ровно в 5000 мы сейчас укладываемся. Я еще масло покупал. Да, 5000 рублей, короче. Это масло, работа, мойка. Компетры рублей. Дзынь. Мы в нуля. И у нас есть три крутых ведра. Оценка называется «Все автосервисы страны в России». Ну, в России, в России, да. Я приехал поменять масло, а он мне тут стартер посчитал. Что за хрень? Что это за заказ-снаряд? Подотрись им. Так. Это старший наш менеджер. Менеджера позовите. Все правильно. 24 тысячи с вас. Да что? Я стартер не просил. Она заводится. На хрена мне это? Пусть будет. Лишним не будет. Так, я понял. Ты клиент, ты менеджер по продажам, а ты… Я директор директоров. По любым директорским делам ко мне. Это как к вам. Реши вопрос. Идите на это. Спасибо. Смотрите на это лицо. Это любовь. Можно наблюдать. Сейчас дивное чувство. Любовь. Просто у меня был первый Чуроки. У меня был второй Чуроки. У меня в ЭК-дваре стайлинг был в проекте недавно. У меня не было только ВК-перва и вот этого. Все остальные были. Решай сам. Я не знаю. Я подумаю. Можно? Можно я подумаю? Подумай, ладно. У тебя еще есть 5 дней, чтобы подумать. Но мы его прокачаем все равно. И в этот момент он стал очень сильно расстраиваться. Подожди, почему? Потому что это будем делать мы. Ты в нас не веришь? Я верю в нас. Я верю, что она будет еще лучше, эта машина. Далеко не факт. Далеко очень далеко. Вот прям вот там. Ладно, я пока сам в сомнениях. Но я буду держать в голове, что машина моей мечты была так близко. Да ладно, Хэнкок у тебя будет, если что-то. Трэкхок. Какой Хэнкок? Хватит. Опять начинается. Нет. Так, Audi мы выставили на продажу, она будет пока стоять здесь. На нее покупатель найдется уже сегодня-завтра, я прям в этом уверен. А сейчас мы поехали заниматься Чирокесом и Калибером. Я не поеду на Калибере. Давай ты на Калибере. Вон, Игорь, Игорь, Игорь. Он веселый. Женя. Он пшикает. Знаешь, что произошло? Он забыл выключить фары. И он сел в ноль. Бля. Пошли толкать. Классика. Давай. Бля, да давай ее курнем и все. Да. Все, Жень, ты едешь на этой машине. Почему я? Ты проиграл. В игру. Ну, давай я тебе прикурю. Запускай, запускай. Только не забышь, что это механика. Все. Едешь? Я на своей поеду. А я что? Да. Нет. Все. Погнали. А ты что не хочешь ехать? А зачем двое в одном? Он выкладывает пока там объявление о продаже Ауди, а я буду ехать. А далеко ты прокачиваешься на пушке? Ладно, похер. Не, не далеко. Давай. Ладно, спасибо. Давай. Прибыли. Ну, что? Нормально. Классная тачка. Как на картинге. Да, прикольно. В итоге прикольно. Ну, на механике ты едешь. Но у нее есть херня, что она даже на третий начинает на скорости. Ее так колбасит. Даже передний привод. Да, даже на третий. Привет. Серега человек, который прокачивал недавно мою Феррари. Познакомил. Да, еще, между прочим, они знакомы. Мы тебе на СРТ привезли. Мы у этого человека покупали Пантеак Гран-при. Он вот там вот стоял. Он, по-моему, уже легендарный, этот Пантеак. Его уже, по-моему, все знают. Да, да, да. Вот. И второй раз мы с Серегой встретились как раз тогда, когда он мне вручал Феррари. Вот. Такой вот мир тесный. Он говорит, выходит, говорит, так это же калибр, это же не СРТ. Почему? Это СРТ-4, это СРТ-8. Ну, все, договорились. Все. Надо прокачать две эти тачки. Короче, мы обсуждаем, что с ними делать. Я думаю, может быть, сделать их в одном стиле. Я вижу, знаешь как, это, наверное, дорого будет. Я вижу, это серый, матовый. Ну, как моя Феррари. Обе тачки. Мне нужно мнение экспертов. Знаешь, что он сказал? Он хочет эту машину, вот эту, в матовую пленку оттянуть. Вот я так же на это. Кто тебя покусал? Я не отреагировал. Это модно сейчас так. Да не модно. Это модно на дорогих машинах. На новых машинах дорогих. А на таком куске. Ну, хорошо. Короче, монтаны задуть. Хочется, короче, оставить отпечаток. Извините. Хочется оставить отпечаток у нас. Знаешь, что? В этих машинах. Чтобы человек, у которого будет ездить на этих машинах, чтобы он знал, что есть старший брат под названием Чироки, где-то ездит такой же. Давай сделаем копии. Единственное, что можно сделать с этой машиной, чтобы она была похожа на Чироки, где-то вставить сюда трубочку, вот так вот дунуть и сказать, что типа ни хера себе, смотрите, они похожи. Просто, знаешь, правое яйцо и левое яйцо, они в те приори разные всегда. Да, нет. Да, да, правильно. В природе нет симметрии. У тебя... Все мужики поняли. У тебя правое и левое ниже? Тебе правда интересно? А вон, с куцом у меня их нет. Все это слышали. Как плохо-то. Устопить так до конца. У одного слепых и другого. Отпечаток. Какой стыд. Короче, есть предложение. Женя уезжает через 4 дня в Читу. И пускай едет в Читу, а мы сами что-нибудь придумаем. И вот он в первый раз в серии на общих основаниях увидит, что с ними стало. То есть вы выложите серию эту без меня, и я буду со всеми зрителями смотреть эту серию и такой... Что они делают? Факт! Они ничего не сделали и продали эти машины. Нет, я не хочу так смотреть. Я хочу, чтобы вы что-то сделали. Что они сделаем? Что они сделаем? Все, давай, езжай в свою Читу. Нормально? А следующая песня называется... Привет, Чита. Все? Да. Снимаешь? Да. Из нашей ляли приехали. Пацаны из Твери. Из бандитской Твери. Они выглядят как бандиты реально. Или на бандитской тачке. Что-то занизить ее и прям тони рнуть. Да ну, в Камри бандитской. Ты что, вот бандитская тачка. Вот это я понимаю. Ну ты сейчас зря. Камри зазаниженная, когда тони рванная. Ты что, это вообще зло. Деньги шелестят. Короче, в очередной раз нас судьба сталкивает с тверскими пацанами. Классные ребята. Реально. Постояли, пообщались, познакомились. Себе берут, кстати, тачку. И машины реально... Себе берете? Если вы видите на платформах, это ничего не значит. Себе, значит. На самом деле машина для себя норм. Покатаетесь полгода, отдадите за те же деньги вообще легко. Все. Спасибо. Сколько денег-то? 615 тысяч рублей. Дзынь. Говорят такие, мы наваливать не будем. Главное дерзко уехать. Ну что, Сань, маржа. Маржа 115 тысяч. Ну там минус, там мойка и все дела. Ну 110, ну 110. Так, все, я сваливаю. Я в Читу. Погнал. Парни самостоятельные, взрослые, сами справятся. Берем. Тоже возьму. Погнали. Нет. Я думаю, в Чите это лишнее. Так, все, моюсь, бремюсь и вылетаю. У меня через 5 часов самолет. Я на самом деле в душе не знаю, что с этими тачками делать. И когда пацанами сказали, все, ладно, лети в Читу, я прям выдохнул. Подумал, что у меня самые лучшие друзья, они просто меня взяли, отпустили и сами будут мучиться с этими тачками. Надо прихорошиться, плавриться. Сейчас вы увидите впервые в жизни, как Жекич бреется перед Читой. Но я буду брить не бороду, как все нормальные, как бы классические и стоковые люди, да? Я не обычный. Я брю... Вот так вот. Жиза. У меня есть такая премиальная бритва. Дорко Пейс 7. 7 лезвий, прикиньте. Смотрите, она какая красивая. Компания, которая производит эти бритвы, она из Южной Кореи. И она не очень дорогая среди конкурентов. Но по многим характеристикам она даже превосходит конкурентные. Так, чтобы сюда поставить, чтобы вы видели, как я бреюсь. Вот эту хренатень. Так, пойдем. Пойдем, доска. Доска. Так. Все. Теперь вы в прямом эфире. Смотрите. Так, подальше чуть-чуть. Берем бритву. Бритву. Казалось бы, 7 лезвий это много. Но расстояние между лезвиями, оно сведено к минимуму. И что это дает? Это дает то, что у вас не будет раздражения. Тоже плюс. А на голове у меня нежная кожа. Вот так вот. Ну, погнали. Мочу. Берешь пену. Вот так вот ее немножко растираешь. И нахерачиваешь на голову. Вот так. Вот так берешь и мажешь, мажешь, мажешь. Вот так вот намазал. А потом берем и делаем вот так. Легким движением руки. Какая она охренительная. Охренительная. Я хранить этот секрет. Заколебался. Короче, я вместе с вами прямо сейчас тестирую эту бритву. Потому что я пользуюсь ей первый раз. Недавно заказал. Но бреет я уже охренел как. Просто как попка младенца у меня голова становится. Даже звук другой. Она такая. Это что значит? Я думаю, это значит то, что она за один раз больше срезает волос. Поэтому такой звук. Смотрите, сами лезвия, они имеют алмазную заточку. Специальное покрытие. И они сделаны по принципу изогнутых лезвий. Кассета будет служить дольше, чем обычно. Итак, ребят, запомните. Это бритва Дорго. И я вручаю, что если вы купите, вы поймете, насколько может быть идеально бритье. Вот прям вручаюсь. Так что все давайте. Переходим по ссылке. Заказывай. Читаем подробнее о бритве. Все. Я погнал. Я погнал. Короче, всем привет. Евгений Павлович отчалил в чету. Где-то сейчас уже в Забайкальском крае, скорее всего. Не суть. Женя хотел сделать эти машины. Но мы с Аней немножко посидели, обсудили. Подумали, в какой стилистике это сделать. И мне кажется, что Dodge Caliber нужно обналичить. Все, поймали? Я считаю, это не имеет смысла делать его действие ради действия. Зачем? Как бы мы его так продадим. С этим еще подумаем, что сделать. С этим вообще делать нечего. Давай не так. Давай так. Вот эту мы сейчас нафиг сливаем. За 400 там. Дорогие друзья, в продаже Dodge Caliber SRT4 2008 по-моему года выпуска, если я не ошибаюсь. Фак! Они ничего не сделали и продали эти машины. А что с этой? Ну, нет, такую машину обижать нельзя. Вот его надо сделать. И нужно поставить бампер. Ты не хочешь его себе оставить? Ну, вероятность есть. Какое процентное соотношение, что ты его оставишь себе? Гриша? Я думаю. Есть такая вероятность. Все. Ну, это... Короче, здесь по-любому нужно поставить вот одно очко и бампер. Ну, и тогда уже поговорим. Мы так просто за общие деньги все сделаем, а потом я его почти в ноль из проекта выкупаю. Это же, блядь, логично. У евреев спрашиваешь, чего мне нужно покупать машину. Пластилин в багажнике. Это я. Ой, ой, ой. Ну, вот. Что, покупаем новый или этот сделаем? Нет, давай. Сейчас ты можешь определить? Делаем этот бампер? Нет, этот бампер мы не делаем. Мы новый берем, ставим и все. Хотя бы буш. Кто за? Давай купим. Нет таких. Да, давай купим. А, да, давай купим. У меня будет новый бампер на СРТшке. Да, 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 смотри, какой хитрый. Мы его сейчас пока оставляем, но мы едем за новым. Ладно. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Мы обыскали все доски объявлений, какие только вообще возможно. Дорест СРТ бампера в продаже не существует, ни за какие деньги. Поэтому мы приняли решение, что не колхозить морду в рез, не колхозить морду в дне СРТ. Мы решили его бампер восстановить. Отдали на восстановление, через несколько дней он придет, покрасим, поставим и все будет вообще... А, вот про этот молдинг речь. Да. А где проблема-то? Тут нет проблем. Проблема в молдинге, он внутрь. И что? Криш, где? Давай, если делаем в идеал, то прям... Да, если делать, то делать нормальный смысл. Женя оценит, приедет, скажет, пацаны, вы красавцы. Женя приедет, скажет, на что вы 3500 потратили. Это же маленькая складочка. Она в идеале. Мы ему вот этот покажем, он скажет, зачем вы его поменяли. Вот если бы вот так вот пасих его не было, тогда можно было бы подумать. Я бы еще из фольги сделал, конечно. Да давай поменяем. 3500. Это уже заказ. 3500? За 3500 можно шапот купить. А что ты тогда спрашиваешь? Тогда делаю машину в идеал, чтобы Женя приехал, посмотрел и сказал, как классно, парни просто не тратили время зря. Сделали машину прям мух. Я в Чите, пацаны. Представляете, вообще вот в солнечном Забайкале. Короче, я 5 лет здесь не был просто. Блядь, аж сарать буду на весь аэропорт. Каждая дорога, каждое здание, каждый, блядь, я не знаю, камешек реально вот навевает какие-то эмоции. Это очень круто. Я вот туда хочу, там вон туалет, короче, на улице, и вот туда хочу сходить. Ничего вообще не изменилось. Что вот в детстве мы ходили, да? Вообще, нихрена не поменялось. Я охренел от ценников в Чите. Я хотел что-нибудь зацепить. В Москву хотел отправить. И нет нихрена. Чайзеры по 700, по 800 стоят. Я вообще, я, если честно, охренел от... Сейчас магнуты лифтить. Ёб твою мать, блядь. Воу, 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 воу. Смотрите, это один из немногих незаколхоженных марков. Вообще в стоке. Полный сток, ребята. Даже кулька нету, никаких синих пайпов. А вон что, вон вэшка с завода? Нет. Ну все, значит, уже колхоз, блядь. Нет, никак. Я живу на седьмом этаже. Квартира 50. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Бля, жесть. Это бурятский бог. Так вот берешь, кидаешь. И все. И вот теперь у нас с Максом поездка будет супер. Едем дальше. Палчи нет, а у нас все хорошо. ПТС, СТС. На полочку. Оп. 400 тысяч рублей. Джинь. Четко все. Калибр отправляется в надежные, добрые руки. Как тебя зовут? Костя. Костя. Все. Костя теперь надеюсь, калибр 400 тысяч рублей. Все, погнали, делайте с РТ-8. Погнали. А с ним дохренись, что происходит? Да. Какие-то баночки, скляночки, что-то собирают. Здорово. Здорово. А ты делаешь? Он чистый. Так, я уже вижу, что салон уже чистый. Под капотом вообще как будто новая машина. Бампера, капота нет. Но я знаю, где они. Он там и не красится. Прикольно, он уже черный. Слушай, ну. Это его закрунтовали или что? Ну, типа того, наверное. Он еще, наверное, подшкурит. Тут у него какие-то нюансики есть. Упс. Слушай. А я сейчас его пальцем подрогал. Палец бы тебе оторвать. А чем ты это сделал? Да нет. Он что-то в чём-то не делал. Да вроде все нормально. Ну, палец не черный. Покажи. Ну, смотри. Капот. У нас капот был в рыжике. Вот тут видно, что. Очищали. Слушай, у нас походу реально получится тачку привести в идеал. И знаешь, я сейчас когда увидел от химчистин... От хим... Раз, два, три. От хим... От химчистинный салон. От химчистинный. От химчистинный. Короче, блядь. Салон от химчистили. Я когда его увидел, охерел. Всё. Чё, какой день? Шёл день десятый. Да уже пятидесятый. Здравствуйте. Ого, здрасте, моя хорошая. Как ваши успехи продвигаются? Да замечательно. Это было неделю назад, пока не купили SRT. Короче, бампер собран из дерьма и свиста, к сожалению. Но бамперов нету. Я уже сто раз это сказал. Поэтому у нас бампер сейчас сделан хорошо. Но как только ты его переворачиваешь, знаешь, что ты видишь? Как тебе такое, Илон Маск? Я не вижу в этом ничего критичного. Короче, по парктроникам нашли половину косу парктроников. Почему половину? Потому что был у нас раз, два, три, четыре. А вот этих двух у нас не было. Но бампер вообще даже на сейчасшний момент выглядит. Ну-ка. Давай, кроника. Уф. Как хорошо получился. Так-то он нормальный. Он прям покрашенный и блестящий. Боже мой, как я заколебался. Раскрепался. Пока мы тут сидим и ковыряем гребаный Гран-Чероке, который все мозги уже сделал. Единственный человек, который хотел сделать эту машину хорошо, сейчас где-то на Байкале. Он там выживает. Ты видел, он там выживает? Да. Байкал. Очень суровое озеро. Погода меняется по щелчку. Костерчик, палатки. Ой. Комар у меня размазался по телефону. Ну вот. Дикая природа. Смещенный Байкал, славный кораблем улевая бочка. И вот. История того самого человека, который сказал, давайте, Герокки, сделаем в идеал. И только что я увидел, как этот человек три дня месил березку какую-то. Давай, иди бампер ставь. Интересно, он о нас так же думает, как мы о нем сейчас? Интересно, что у него сейчас в голове? Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя-ля-ля-ля. Иди бампер ставь. Я думаю, что он у нас в голове, давай бампер ставь. Да, у нас в голове бампер. У нас в голове SRT. Ну, посмотри, что за красота. Ну, какой же он лапочка. Салон в идеале, да? Химчистка. Салон в идеале, все сделали, все. Просто на сидушечке даже, вот я первый, на кажется, сижу сейчас. Я первый уже сижу здесь, да, после химчистки? Да. Ну. Могу уже корни пускать. А ты багажник видел? Посмотри. Посмотри. Хочешь, лизну? Давай. Вот это не лизну. Я не верю. Ну, давай. Я лизнул уже. Ну, я не верю. Здесь настолько чисто, что смотри. Точнее, тачка настолько в идеале. И настолько все чистенько, что я могу даже сделать вот так. Блин, какая гадость. Какой ты мерзкий. А что, реально лизнул? Да. Что это за ужас? И ты чего? Я же теперь месяц не заснул. Давай руль лизни. Правда? Ну, лизни. Зачем? Не знаю. Что значит не знаю? Ай, фуууу. Какой он там оставил свои слюняхи. Надо новую химчистку делать срочно, парни. Какой ужасный момент. Какой ужасный Гриша. Ну, мы не думали, что настолько к нему присосешься. Это же еще Рокки. Я еще не настолько могу. У него, знаешь, какие трубы сзади. Нам остались буквально последние штрихи. Осталось его полирнуть. Но это достаточно долгий процесс. Поэтому мы как бы снимать это все не будем. Осталось его полирнуть. Осталось доделать вот эти вот молдинги. Тоже затянуть там в пленочку. В пленочку затянуть вот эти спереди очки. Еще немножко подшаманить машину где-то по мелочам. И она будет в идеале. Давайте так. Для нас это еще один день. А вы это увидите прямо сейчас. Мы доведем ее до идеала. Если бы я сейчас находился на канале Жизнь Синдиката, я бы сказал, хабка дров черкаш готов. Но в этот раз мы постарались. И это полноценный Гранд Чироки СРТ. Сделали все, что только можно было с ним сделать. Восстановили парктроники. Они теперь работают. Машина даже делает пип-пип-пип-пип-пип, когда приближается к чему-то. Покрашен отполирован капот. Покрашен отполирован бампер. Восстановлены, короче, вот эти вот красные элементы. Ходовые огни работают. Фары работают. Все. Короче, по передней части все работает. Все сделали. Дополнительно. Мы сюда нафигачили, короче, керамику по салончику. Хотите, где угодно лизну. Но я уже это делал. Второй раз не буду повторять. Это первая машина, которую мы установили в идеал. И продавать ее вообще не стыдно. Можно даже по рынку ее продавать. Реально в очень хорошем состоянии. В целом, все работы, которые были произведены с этим Сироки, все это добро стоит условно там типа 70 тысяч рублей. Я с Серегой немножко поддраговался, поэтому держи. И скажи 60 тысяч рублей дзынь. 60 тысяч рублей дзынь. Четко. Женя на Байкале же отдыхает. И мы ему пообещали, что все будет чики-пуки. И что он приедет и увидит такое. Так вот он приедет и увидит деньги. Продаем? Продаем. Себе не оставляешь? Да нет. Почему? Самое тяжелое в нашей профессии не влюбляться в те экспонаты, которые проходят через нашу руку. Скажи им, что денег нет. Скажи им. Да все, хорош. Хватит кота за яйца тянуть. Нет у меня денег. Все, нищеброд. Все, пока. Продавайся. Уходи. Все, соберись тряпка. Он тебе не нужен. Продаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова